Жанна Антонетта Пуассон Жанна Антонетта Пуассон более известна как Маркиза де Помпадур, официальная фаворитка короля Франции Людовика XV на протяжении почти 20 лет. Ее родной отец бросил их семью, а образование и достаток дал ей ее приемный отец. Он же нашел ее хорошего и очень богатого супруга, который ее очень любил, но она его не любила. Ей еще в 9 лет гадалка предсказала, что она будет с королем. Именно ему она и посвятила всю свою жизнь поиску встречи с ним, удержание его возле себя. Узнав о том, что король охотится в Сенарском лесу, Жанна стала ездить туда на прогулки, надеясь на случайную встречу с ним. Однако этот план не сработал. Вместо Людовика девушка встретилась с его официальной фавориткой и там мгновенно распознала истинные намерения юной особы и запретила ей там появляться. Долгожданная встреча произошла во время бала. Жанна была в костюме богини охоты и ей удалось привлечь внимание Людовика XV. И вскоре она получила все, о чем так долго мечтала. Ее место официальной фаворитки и титул маркиза де Побадур. Она стала для Людовика VII и поговаривали, что именно она правит Францией. Она управляла и сердцем и государственными делами Франции, а покровительствовала наукам и искусствам. Она была для Людовика VII на протяжении почти 20 лет. Всем привет! Меня зовут Елена. И сегодня я хочу вам показать, что я вышила, что я закончила. А вышла, наконец-то, моя маркиза де Побадур от Эсте. До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Картина готова, наконец-то. Вышивала ее 4 года и даже немножко больше. И вот, наконец-то, я ее закончила. А когда я первый раз увидела эту картину, мне очень понравилось ее платье. Это был набор от Golden Kid. Но в этом наборе платье, оно не ярко-зеленое измрудное. Оно в коричневатых тонах. Мне эта картина очень понравилась. И я стала искать информацию о маркизе де Побадур и наткнулась на вот эту картину. Та же самая маркиза, та же самая. Но платье уже ярко-зеленое изумрудное. То есть, намного красивее. Мне очень понравилось то платье, а это, а это не понравилось еще больше. И в результате, недолго думая, я решила вышивать эту картину. Ну и вот результат. Я вам честно скажу, я не просто довольна, я в восторге. Получилось именно то, что я хотела. Дело в том, что мне очень нравятся вот такие вот картины тех времен. Жадовые сценки разные. Вот с таким вот платьем бальными. С мебелью старинной. Как здесь столик, вот ангелочек. С такими красивыми подушками, диванами, шторами. Очень нравится. И я нисколько не жалею, что я вышивала. Картина действительно изумительная. Ну я думаю, что вы и сами видите, красота неимоверная. Платье смотрится действительно как бархатное. И вот что мне еще не нравится, очень нравится. В ней очень много милых деталей. Ну вот посмотрите, картина. Слева снизу собачка. Возле нее две розы. А с правой стороны столик. Под столиком книга. Выше на полочке опять же розы. И смятый риск бумаги. А еще немного выше. Ящичек с ключиком. Письмо. Подсвечник со свечкой. А маркиза, посмотрите. Я это заметила не сразу. С правой стороны зеркало. И там отражение ее лица. Кстати, лицо проработано очень-очень красиво. С левой стороны подушка. Сверху часы, ангелочек, книжки, мебель, шторы. И шторы, кстати, смотрятся очень реалистично. Они как бархатные, со складочками. Тени, полутени. Все четко видно. А то же самое касается платья. Вот эти вот розочки. Розочки. Как я с ними намучилась. Если бы вы знали. А центр платья. Сколько я его вышивала. Ну, я его вышила. Очень красиво. Действительно, все очень красиво. Что касается лица. Если вы посмотрите на маркизу де Пападур. На ее реальные фотографии. То лицо очень похоже. То есть, они идентичны. То есть, моя маркиза такая же, как и в реальной жизни. И мне это тоже очень нравится. Касательно сложности. Поначалу я думала, что это моя самая сложная картина. Сейчас я, конечно, так не думаю. Самая сложная моя картина сейчас – это мой поэтический салон. Что касается этой картины. Да. Здесь платье было, конечно, сложное. В основном розы. Центр платья. Книжка. Волосы. Да. Все это сложно было. Но. Здесь также были очень легкие участки. Это то, чего нет во многих других картинах. Здесь было легко вышивать. Вот пол. Очень легко. Шторы. А их много. Фон сверху. Его тоже много. То есть было очень много участков, которые было легко вышивать. И даже грудь маркизы, я думала, что она будет сложная. А оказалось, что вышивается очень легко. То есть в этой картине, да. Саму маркизу вышивать было сложно. Маркиза – стол. Но верхняя часть, низ, было вышивать легко. Правда, единственное, что получается. Низ вышила очень быстро. Очень быстро. Действительно быстро. Он легко вышивается. А потом я очень долго вышивала платье маркизы. Очень долго. Розы. Центр. Столик. Возможно, в этом вся загвоздка. Когда это вышило, и дошла до штор, дальше, конечно, я ускорилась. Очень ускорилась. Фон сверху. Шторы. Все это вышилось очень быстро. Вот я сейчас думаю, возможно, вот возможно, может быть, ее лучше начинать сверху вышивать. Так сразу вышивается очень большой кусок, огромный кусок. Ну, а там уже как-то платье вышьется. А получается, что я начала снизу и сразу со сложной части. Розочки – это нечто. Роза на платье, центр платья, роза на руках, на шее, столик. Все это вышивалось невероятно сложно. Но, тем не менее, все уже вышито и я осталась очень довольна. Картина действительно очень красивая. Впечатлений у меня, конечно, много, очень много от этой картины. Вот вы знаете, когда вышивается картина, вот такая большая, вот когда она полностью вышивается, полностью, появляется вот такое ощущение удовлетворенности. И хочется как можно быстрее закончить и повесить на стену. Ну, и любоваться ее. Вот действительно смотрю и не нарадуюсь. Картина действительно очень красивая. Вот музейный вариант, музейная коллекция, мне она очень нравится. Очень красивая картина. Вот я ее рекомендую всем. И что я хотела еще сказать. Вот может показаться, что эта картина небольшая, но нет. Она совсем не маленькая. Дело в том, что я вышивала на Лугане 25, на раномерке. Если бы я ее вышивала на Аиде, на Аиде 18, она была бы вдвое больше. Ну, наверное, вдвое больше. А у меня просто нет даже места для такого количества картин и такого размера. Кроме того, мне на Лугане такие картины даже больше нравятся. Дело в том, что здесь получается вышивка более мелкая. И она получается как нарисованная. То есть издали не скажешь, что это вышивка. Картина используется, конечно, очень красиво. Что касается оформления. Здесь тоже все было очень весело. Получается, я отнесла багетку в начале августа. Отнесла. И мы собирались ехать отдыхать. Ну, думала, что вернусь и сберу ее. Собираю чемоданы и тут звонок. Дело в том, что я выбрала деревянный багет. Очень красивый багет. И оказалось, что их уже нет. Соответственно, я все бросаю. Завтра уезжать. И бегу в багетку. Прихожу туда. Картины моей уже нет. Ее увезли. Но есть багет. Но, в принципе, ничего страшного. Я выбирала недолго. Цвета и оттенки помнила. Фотографии были. И вот, что я выбрала. Багет не деревянный, а пластиковый. Но мне он очень нравится. Дело в том, что у меня дома вот подобным багетом оформлена уже не одна картина. А багет очень красивый, узорчатый. Мне такие нравятся. А картины у меня используются очень хорошо. И самое главное, вот самое главное. Подходит оттенок багета и картины. Вот я выбрала багет, получается, скорее вот даже по цвету. По цвету и по внешнему виду. Так что я еще раз выбрала багет. Потом поехали отдыхать. Вернулись с отдыхом. Вот приехала и забрала картину. И вот, что еще интересно касательно креплений. Дело в том, что я всегда заказывала крепление на крючок. На дюбель, кажется, называется. А в этот раз я заказала два крепления. Дело в том, что у меня дома будут специальные подвесы. Мы сейчас заканчиваем ремонт. И там будут подвесы для картин. Там, где мы приезжаем. И поэтому в этот раз я заказала два крепления. Вот сейчас я вам их покажу. Вот это первое крепление. Их два. Вот такие вот обычно я заказывала. А в этот раз я еще и заказала второе. Вот такое. Если честно, само крепление мне не очень нравится. Почему? Потому что эта ниточка порвется. Но она слабенькая. Да и крепление, вот я вот не знаю, насколько оно как бы качественное. Но суть не в этом. Такие крепления есть более крепкие. Я знаю, что они есть. И у меня есть специальный шнур. Специальный. Для подвесов. То есть в будущем, наверное, вот такие картины. Я буду заказывать вот такие крепления более качественные. Ну и вешать как бы свой шнур. Специальный. Более крепкий. Ну, потому что вот это, скажем так, это не вариант. Оно порвется очень быстро. Картина тяжелая. Но, тем не менее, вот такие вот крепления, они есть. Вот, возможно, кто-то не знал. Они есть. И, в принципе, может оно и нормальное. Но мне кажется, вот эта вот железка, она слабовата. Единственное, повторюсь, картина великолепная. Я ее всем рекомендую. Очень, очень красивая картина. Действительно красивая. Даже не могу придать свой восторг. Я ее всем рекомендую. Вышивайте, даже не вздумайтесь. Очень красивая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!